Мы раскачаем Мы раскачаем Мы раскачаем Мы раскачаем Да ладно ты Ты же дома В пижаме Ну это точно После бана вечеринки Сейчас подожди Ну хватит уже, Ксюша Какую я тебя только не видела Давай, Алёна Поговорим Хватит поясничать Это что у тебя Защитная реакция? Да я шучу Ну просто ты такая нарядная Я такая Спальная Ну ладно Я не об этом Ну как ты смотришь на всю эту ситуацию Которая произошла? Ты явно не ожидала, что такое будет Хоть вы с Эриками обсуждали Олю И её присутствие в жизни Эрика Всё равно ведь ты Наверняка до последнего не хотела, чтобы случилось так, как случилось Нет, ты знаешь Я наоборот ждала Олю И я отчасти хотела, чтобы случилось так, как случилось Но у меня были периоды, когда я хотела, чтобы случилось побыстрее А были периоды, когда я думала, что, блин, может, уже потом А от чего зависели эти периоды? Что значит побыстрее? Побыстрее – это в том плане, чтобы, знаешь, всё равно я находилась с Эриком Мы с ним постоянно общались, да, 24 часа в сутки практически проводили вместе И в последнее время наши отношения были довольно-таки тёплыми, да, и близкими Мы там обнимались постоянно и все дела Плитовали Как ни крути, флиртовали Всё равно он какие-то знаки проявлял Ну, это как-то по-дружески, знаешь, это Ну, да, в принципе Ну, знаешь, на грани, на грани Не совсем по-дружески, на грани Согласна, на грани Мне кажется, что он готов был уже вообще войти заново в эту реку Возьмите меня, шучу Ксюш, ваши сексуальные отношения? Я шучу Я обсуждать не буду Только на Оракуле Нет, ну, у нас их нет уже Бог знает сколько, поэтому все ждать нечего Блин, ну, от чего зависели эти периоды? От того, что, да, ну, понимаешь, были настолько близкими друг к другу людьми И с одной стороны, я думала, блин, лучше бы Оля побыстрее приехала, чтобы у меня не возникало какого-то привыкания, да, чтобы... Надежды Да нет, ну, тут дело не в надеждах А в том, что ты все равно привыкаешь к человеку, который рядом с тобой находится, да, и ты воспринимаешь... Ксюх, ну ты же не инфузория туфелька привыкаешь Я же знаю, что ты страстная темпераментная натура Ты не можешь взять, просто так взять кому-нибудь, привыкнуть к Мише или к Елисею Взяла такая, привыкла и начала с ними жить Я же видела, что у тебя чувства были очень сильные к нему Я не могу сказать, что это любовь была, я не говорю об этом Но чувства и эмоции, которые ты испытывала по отношению к этому мужчине, они были сильные Я это видела, у тебя глаза горели Я это говорила тебе неоднократно, ты со мной соглашалась Ален, у меня действительно были к этому мужчине сильные чувства и эмоции, но они были очень давно Когда мы были в отношениях, понимаешь, я с тех пор как бы подуспокоилась И я действительно начала воспринимать его как друга, понимаешь, просто как человек... Но все равно это не то Нет, я предполагала, что возможно наши отношения когда-то в будущем могут развиться, да, и прийти к чему-то Но к этому все и шло, мне со стороны было видно Возможно, может, этого не произойдет, то есть у меня не было никаких планов Но это меня тоже удивило Да, знаешь, удивило Но в тот день... Ну вот давай об этом и поговорим, как она тебя удивила В тот день, когда пришла Оля Я помню свои эмоции, я проснулась в этот день уже с ощущением, что сегодня придет Оля И этот человек, с которым мы были вот такими близкими, я прекрасно понимала, что все, таких близких отношений у нас с ним больше не будет, даже дружеских И я, короче, блин, чувствую, и почему-то мне стало действительно так тяжело, понимаешь, как-то и грустно, да, от этого, что я заплакала действительно И, там, первое время я как-то эмоционально это восприняла, но... Потом все стало на свои места, и я поняла, что, в общем-то, это... Ну вот оно, сюрприз от судьбы, его нужно так принимать, понимаешь? Все, что нам дает судьба, нужно принимать, делать из этого выводы, и все Слушай, а прикинь, вот, если меня нет, допустим, да, кто будет спорить с Эриком? Никто Никто, все будет вылюбить ее, целовать ее в попу Как бы сказала моя сестра, и мой папа Как сказала бы, да? Они говорят так? У меня отец выбор, это его любимая фраза, целовать в жопу Каждый день стресс Который ты сам себе устраиваешь Не начал бы сегодня спорить, все нормально было бы Не, я счастлив Знаешь, почему? Ну? Просто я понимаю, что мой спор с людьми, которые просто недостойны спорить со мной Миша? Кто такой Миша? Вэл, успокойся, пожалуйста Нет, значит, давай я вот разберу, вот, Миша, да Я мажик, аааа Понимаешь? Это гопота Это просто гопник Из Питера Который работает, там, не знаю, за 5000 рублей Дедом Морозом Фэн, а кто ты такой? Развини меня, зато Артем, сам Артем Кролев заметил. И сказал, что он реально крутой ведущий. Он, да, мой голос пропит. Это экс-наркоман. Это ваш человек, который сделал всякой дрянь и пол своей жизни. И что? Ему что, нельзя жить дальше? У меня таких друзей нет. Понимаешь? А у меня есть. И что? Ну, давай. Значит, мне очень жалко, что у тебя такие друзья есть. У меня не друзья. Ну, не суть. Это близкие родственники. И что теперь мне? Умереть, что ли? Не умереть, но это не ты. У меня сестра. Это близкие. Твоя родная? Нет. А кто? Вышла замуж за такого человека. И что? И это прекрасный человек на самом деле. Мои соболезнования. Что? Он же ушел от этого, от наркомании. Да. Мои соболезнования, что все было плохо и мы пожелали счастья, потому что все хорошо. Так что нельзя ставить крест на любви. И к тому, что не человек, да, который по сути своей ничего с собой не представляет. Ну, смотри, что такое для меня человек, который заслужит моего какого-то уважения, да? Человек талантливый. У тебя есть дар. Ты поешь. Ты красиво поешь, ты интонируешь, ты училась этому. Ты образован. У тебя боишься о чем поговорить. Понимаешь? Много других всяких качеств прекрасных есть. А когда люди никчемные, когда я понимаю, что он и не ведущий, потому что голос пропит, хрипит, сипит, кряхтит, работает за какие-то копейки неизвестно где вообще, понимаешь, да? И он пытается мне рассказать о том, как на себе, как себя надо вести. Понимаешь? Если что, не так, член. Если что, не так, член. Второе. Человека просто сразу лица не стало, как только Эрик ему вот так вот подошел. Ну сразу же. Подожди, ты проснулась. У тебя где? У тебя на полу или на этой, на тумбочке? Где? Откуда ты знаешь, что на полу? Для меня он непримечательный вообще, он пустое место мешает. А Эрик подавно. Потому что у него есть два аргумента. Он начинает махать членом, когда нечего сказать уже. Потому что это единственная его спасательная какая-то тема, за которую пытается зацепиться. То есть, если что, не так, член. Если что, это член. Второе. Это угроза. Вот и все. Но он сам на него сядет. Вот в чем дело. Он нормально не может поддержать дискуссию, понимаешь? Если я иронизирую по какой-то теме, допустим, говорю там, а что значит ласкаю? У вас был песенка или что там, да? То он начинает оскорблять. И я, соответственно, тоже начинаю оскорблять, потому что я не хочу услышать в адрес какие-то оскорбления. Вот и все. О том, что он пытается навязать свои какие-то принципы, о том, что для меня, вот это вот так важно, это мои понятия, поэтому все здесь уважаете меня. И если кто-то будет со мной спорить, то того я побрею там, либо там отшлепаю. Понимаешь, кто он такой? Кто? Ты, Эрик, никто. Пустота. Чем ты обещал? Ничем. Он не будет скучать зверя. Для зверя есть клетка. Для зверя есть клетка. Там он должен сидеть. Вот и все. Какой зверь? Если человек не может нормально общаться, дипломатично, и с юмором выходить из каких-то ситуаций, то чем с ним разговаривать? Это вообще поздно. О, Господи. Я на самом деле хотела по поводу Уэлла поговорить. Я хотела и с Уэллом поговорить, с Полиной, и с вами тоже, но поскольку Уэлл с Полиной как-то быстро убежали после вечеринки вдвоем, остается нам с вами одним обсудить ситуацию, которая произошла. Я, конечно, не могу занимать чью-то сторону, потому что я хочу быть над всем этим, но, честно говоря, на сегодняшнем оракуле я, наверное, все-таки соглашусь с тем, что Уэлл перегибает и перевирает слова. Ты, как человек новый, уже впутана в эту ситуацию почему-то, и уже у тебя тоже получился конфликт с Уэллом. Как ты на все смотришь вообще? Негативно смотрю однозначно, потому что я не люблю... Ну, нет, на самом деле наконец-то слава Богу, что проявляются вот эти вот качества, которых я изначально не могла заметить. Что все улыбались, все смеялись, все как-то прекрасное, замечательное, великолепное, да, а теперь как бы все на чистую воду потихонечку выходит, и меня это безумно радует. То, что Уэлл сегодня себя так повел, мне его жалко, мне его искренне жалко, потому что как можно себя вот таким образом вести, я не понимаю. Все равно в любой ситуации нужно оставаться мужиком. Но в данной ситуации он не только не остался мужиком, он не только наврал, он настолько глупо выглядел, когда произошел между им и Эриком конфликт, что его белое лицо его выдало сразу же. А что ты имеешь в виду? Ну что, человек сразу же побелел, ну просто настолько сильно, что это, ну я не знаю, надо слепым быть, чтобы это не заметить. Человека просто сразу лица не стало, как только Эрик ему вот так вот подошел. Ну сразу же. Поэтому о какой правде говорить, ну мне кажется, здесь совершенно все ясно и очевидно. Ну тебе Эрик говорил, что у них с Уэллом затяжной вот такой, знаешь, Нет, он не говорил, Алёна. То есть ты не рассказал? Нет. Не успел рассказать о всех ваших. У Уэлла со мной затяжной конфликт. У меня нет конфликтов с Уэллом. Если Уэлл не что-то выдает, я ему подаю обратно. Отвечаешь просто. Ты его сам никогда не цепляешь. Зачем это нужно? Ну зачем не цеплять, если я понимаю, что, слава Богу, я могу разговаривать внятно и понятно. И зачем мне применять силу? А ты видишь в нем конкурента? Такого, как он в тебе видит? Нет. У Уэлла параноидальная какая-то проблема со мной связана. Из-за чего, Эрик? Ну я считаю, во мне конкурента. Ему это не дает покоя. И он привык, наверное, быть всегда умнее всех. И то, что он кичится какой-то свитой своей или виртуальной, я не знаю, несуществующей, он думает, что, собственно, на этом выйдет. Но ничего кроме этого не следует. Блин, откуда этот грим? Я не знаю даже, что это может сделать. Я когда прикину, просыпаюсь, там стоит, я просыпаюсь, там из ракушек стоит какая-то ерунда. Я думаю, блин, ну, наверное, это Вэлл с Полиной, потому что ракушки такой бред мог сделать только Вэлл. Потом я присматриваюсь, там лежит еще какой-то тупой треугольничек, я думаю, не, ну это, наверное, в стиле Елисея. Открываю письмо, там столько рифографических ошибок, что я поняла, что это точно не Вэлла, не Полина. Читаю дальше, там написано, так вот, как ты обычно говоришь. Я думаю, блин, наверное, тогда Кирилл. Ну, считай, ну, нет, почерк женский, очевидно. Я, короче, вообще не знаю. Слушай, ну так вот, это такая, общая, как бы фраза такая, знаешь. Нет, там так вот, и плюс к этому, ну, так что? Подожди, ты проснулась, у тебя где? У тебя на полу или на этой, на тумбочке? Где? Откуда ты знаешь, что на полу? А где еще может стоять? На полу или на тумбочке? На тумбочке, блин, по-моему, логично, что на тумбочке. А ты первым делом говоришь, что на полу. Ты проводишь исследование? Да, ну, потому что я реально не знаю, кто это, и никто не признается. Настя, а сегодня Кирилл рано проснулся? Я не знаю. Скажи, как есть, рано я проснулся или нет? А он сам на встал. Отстань. Отди-ка. Отди-ка. Я беру тебя, когда я захочу понять, отстань, что тебе в ушко какая-то? Ты меня каждый день отмораживаешь, вымораживаешь, тебе уже достало. Иди ко мне. Я приду к тебе. Иди ко мне. Сука. Иди ко мне. Слушай, ты что, ты издеваешься, что ли? Я приду к тебе, когда захочу, помят. Не надо? Иди ко мне. Я приду к тебе сейчас. Скотина. Иди ко мне. Я знаю. Ну, слушай, ты издеваешься на меня, понятно? Да, я люблю тебя. Ты сука. Я знаю. Ты хочешь, чтобы ты здесь слег от нервного срыва? Я хочу, чтобы ты просто слег на меня. ты здесь слегка. Я люблю тебя. Ты знаешь, Это сучка. Маленькая. Ты маленькая падла. Это скотина. Слушай, я здесь протокол закрыть в рот. Я здесь протокол просто заскнутся. Вот смотри. Дай я протокол. Ты вчера осуществила и воплотила в жизнь очень много желаний с помощью своей чудо-палочки. Так вот, как ты все время говоришь, в благодарность хочу подарить тебе чудо-грипп, который тебе привезет удачу и радость, а то всем помогла, а про себя забыла, так я не могу оставить. И еще плюс к этому, ты тоже так говоришь, да? И нет. Или у меня уже паранойя, я не знаю. Дарю тебе маску супергероя. Это треугольничек. Чтобы... Я в эти больные игры не играю. Я вообще виртуозно помогала людям, но на этот раз уже беда. А вот на этот раз, так обычно говорит Настя. Может быть, это Настя? Да я не знаю просто. Блин, я просто не знаю реально. Я уже перебрала все варианты, я не знаю. Ну и конечно... Свой! Чудо-палочки. Так вот. Блин, что это за... И причем никто не предстанется, я то есть... Что это? Ну, как бы это точно не Елисей, точно не был с Полиной, точно не Эрик и Оля, точно не Алена. Миша это, я думаю, нафиг не надо. Ну да, разумеется, это не Миша, тем более это не Оксана, как бы остаетесь вы с Кириллом. Ну, это не ты, я так понимаю. Вот, Кирилл, это не ты. Я хочу признаться, это я. Я перебрала все варианты, я вообще не... Блин, Кирилл, это ты или нет? Мне кажется, у тебя паранойя. Да, у меня паранойя, потому что я не знаю, кто это мог быть, реально, я у всех спросила, я перебрала все варианты, я не знаю. Слушай, ну, определенный человек испытывает чувства, к тебе раз он такое делает. Ну да, разумеется. То есть за тобой кто-то ухаживает? Да. Грибов. А, так еще же вопрос, типа, тебе что не понравилось, который я зачитал? Тебе что не понравилось мой подарок? А что там за вопрос был, я так не поняла. Тебе что, не понравился мой подарок? Еще плюс к этому дарю тебе маску супергероя, чтобы ты так же виртуозно помогала людям. Кстати, как пишется виртуозно? Через И. Виртуозно. Как? Виртуозно. Супергероем. А как пишется воплотить? Воплощение. Воплотить. Подожди. Кирилл, это ты, да? Подожди, воплотить. Виртуозно через И. А воплощение В. В. Ну, первое О. Плоть. Воплотить. Да? Ну, а что ж ты неправильно написала? Блин, господи, признайтесь, кто-нибудь, я уже не могу. В смысле, я неправильно написал? Где я? Где я неправильно написал? Во. Может быть, кто писал, подумал, ну, точнее, я. Может, я подумал, что проверочное слово платило? Плата. Расплата. Плоть, воплотить. Конечно, не могу оставить без внимания, что ты представитель у нас, что ты представитель у нас прекрасного, причем, ей как-то странно написано, женского пола. и этот цветочек олицетворяет твою красоту. Кстати, человек нормальный, довольно-таки грамотный, запятая после пола. Я не знаю, может... Да, я хорошо знаю орфографию, ой, пунктуацию, не, подожди. Да, пунктуацию, все правильно. Чудо-гриб, смотри, большими буквами, это может быть... Я это точно не мог написать, потому что у меня маленький член, большими буквами я бы не написал. Это лишняя зацепка. Шевак Холмс. Шевак Холмс. Шевак Холмс. Малыш мой. Да. Хороший. Самый лучший. Дитаник. Малыш. Давай. Давай. Я понял, нам надо с тобой общаться, чтобы... Видите, у меня просыпались такие вообще нежные, нежные такие. Да? Угу. да. Говорят, что северные мишки не умеют... Говорят, что северные мишки не умеют охыпаться. Но это неправда. кто взял мою морковку? Это не я! Это не я! Это не я! Все хватит. Ну ты че? Помимишечнили. Говори. Ну, хотел спросить. Совет? Ну, типа... Да нет, хотя бы побалтай. Да, вот здесь все. И... Еще, кстати, ответы не получил. Ответы на что? Ну, точнее, не ответы, а... То, что... То, что... Я накалякал. Ты еще... Ты еще не сказал, типа, Елисея... Какого х... Я никак не предполагала, что стрелы Амура полетят в мою сторону. Ты написал мне 10 любовных писем. Не пиши мне, пожалуйста, больше писем. Хорошо. Я не пишу уже. Один день. Два. Нет, Елисея, вчера ты написал... Ну, я сам догадался. Я догадался, что ты не хочешь. Вот поэтому и написал три листа. На будущие три дня? Нет, не на будущие три дня. А потому что я... У меня тоже голова есть. Я тоже думаю, как ни странно. И поэтому... Что ж... Наверное, можно только сказать, на больной жизни. Я хоть улыбаюсь, но в душе... В душе совсем по-другому. В душе чувак сбитый разбивает все. И... Я человек, который живу любовью. Для меня нету ничего большего, ничего сильнее, ничего, для чего я бы хотел жить. Ты хочешь жить только ради любви? Нет, я хочу жить в любви. .? СТОБА СТОБА В ищет В ищет